Командир Я, Токарский, Николай Николаевич, главный редактор и директор ЧАО «Газета Преодовский рабочий», состав которой входит и эта типография. Нашей городской, территориальной и избирательной комиссии были нарушены все сроки по фичатанию бюллетни. Комиссия обращалась за запросами в типографию «Заря город» и в типографию «Керамиз город Запорожье». Эти типографии прислали письменные отказы, что они не могут выполнить заказ в срок. Потому что они загружены подобными заказами, выборы проходят на всей территории Украины и все печатают свои города, свои области, села, поселки и прочее. Сложилась критическая ситуация по печатанию. Я не оцениваю там действие комиссии законное оно или незаконное. Это пусть разбираются там компетентные органы, кто там еще, пусть подают в суд. Но в субботу на заседании комиссии было принято решение о том, чтобы печатать бюллетни в типографии «Газета Преодовского рабочего». Незаконное решение было принято. Я не оцениваю, законно или нет. Для этого есть суды, Центральная избирательная комиссия и прочее. Решение было принято. С комиссией был заключен договор. И на основании этого договора мы взяли в работу печать бюллетни. Поскольку было в самих бюллетних тех, которые готовились к печати, было много ошибок, процесс передачи нам образцов с мокрой печатью затянулся до 22 часов. Первый экземпляр с мокрой печатью, подписанный председателем, мы получили в 22 часа и запустили тогда печать этих бюллетней. То есть мы их печатаем с 22 часов вчерашнего дня. На сегодняшний день отпечатано примерно на угод данный момент до 200 тысяч пока отпечатано. А отпечатать их надо до утра, до завтрашнего дня. По закону они 19-го уже должны, насколько я знаю, разъехаться по комиссиям. Вот это первая партия бюллетней для Приморского района. Мы их печатаем по району, потому что так легче их раздавать. Поскольку есть районные комиссии, то мы их печатаем по району. Вот мы отпечатали тут Приморский район и запаковали. Каждая пачка, то есть... Вы же аж заикаетесь от брыхни от вашей. Тихо, Галина. Галина, ну помолчи, пожалуйста. Каждая пачка что? Мы печатали эти бюллетни в соответствии с этими подписанными образцами, где указан тираж на каждую участковую комиссию. После этого мои работники пересчитали вручную каждую пачечку и запаковали вот так, как здесь указано. Вот здесь написано, сколько их должно быть. Все сделано в соответствии с требованиям закона. И вот здесь тоже, кто желает, может пересчитать. Если вы обнаружены лишние, то я свою голову отдам под ваш меч. Значит, контроль. На той же комиссии было избрано три члена для контроля за печатью. Два члена присутствуют. Один член отказался. Ну вот они уже вторые сутки здесь присутствуют и наблюдают. И за печатью, и за упаковкой, и за пересчетом составлены протоколы по уничтожению пластин и макулатуры. Для приправки, вы знаете, что печать начинается не сразу. Для приправки будет какое-то количество листов бумаги. Она, эта бумага собирается отдельно. И в присутствии члена комиссии режется на резальной машине на мелкие кусочки. Вот точно так же пластины, вот уничтоженные пластины. Точно так же пластины, вот она уничтоженная. А кто в комиссии находился, вы можете назвать? Я по фамилии не помню, честно, потому что меня это не очень волнует. Я знаю, что... Извините уже, как бы... Это совесть мучает. Говорю, и уже горло сохнет. В комиссии, насколько мне известно, два представителя. Один от оппозиционного плотка и один от Народного фронта. Далее, сейчас мы пройдем в цех. Вы посмотрите машину, которая печатает эти бюллетни.